Эй, ребят, ну чё, я на рейде, вы залетаете или как? Бам! Ровно неделя осталась до нового сезона. 4 июня стартует сезон Изобилия, и я надеюсь, он будет крутым, и мы забудем этот сезон с китайца, как страшный сон. Он и правда был не очень. Очень остаётся только канал Трипл Вайп. У микрофона всё ещё я, Джонни Лейни, и давайте посмотрим на первые подробности грядущего сезона, которыми сегодня с нами поделились разработчики. Такс, что нужно знать в первую очередь? Новый календарь сезона. Вот он. Сейчас пойдём вот по пунктам прямо, останавливаясь на каждом чуть поподробнее. Станет доступно сразу две новых ПВЕ активности. Рейд Корона Скорби и новый аналог Кузнец, Колодца, Суда Орикса, Призенов Элдерс, Протокола, короче, Моба Баня. Паноптикум. Паноптикум, в переводе на язык маглов, хранилище или музей, активность с матчмейкингом по типу Кузнец на 6 игроков. Да-да, на полноценный рейдовый статик. Подбор команды будет работать на нормальном уровне сложности. На героике вам нужно будет позаботиться о том, чтобы собрать статик на забег заранее. Будет в этой активности и некий аналог синтезатора из Суда. Чаша Изобилия. Она будет ключом к сокровищам нового сезона. Успешно завершив паноптикум, игроки смогут с помощью этой самой чаши создать подношения в виде рун, которые можно будет обменять на шмотки и пушки. Причем вы сможете выбрать конкретную награду. Это прямая реакция на фидбэк игроков от активности Суд. Ведь если вы шли в него, скажем, за револьвером, то вам выпадало что угодно, только не он. Теперь вы сами решаете, что упадет. Однако нужный ролл перков на пушке все равно гриндить придется. Чаша эта, подобно синтезатору, прокачивается, в результате чего вы получаете все более ценные награды. Боссы на паноптикуме будут также меняться. 4 июня один босс, потом 11 июня другой и 18 июня третий. А в конце месяца, 25 июня, появится тот самый героический режим. 11 июня в игре также появится новый экзотический квест. На... нет, не револьвер. На ракетницу, да еще на какую? На ту самую любимую экзотическую ракетницу из первой части. Ту, без которой было сложно представить поход в ПВП. Труф. Ну или... правда в русской версии. Правда. Живите по правде. Кто тут новенький? Ее особенностью был невероятно точный трекинг ракет. Захватил цель в прицел и выстрелил хоть в воздух. Противнику точно не уйти. Да и радиус взрыва невероятно огромный был. 18 июня стартует первый в сезоне ивент Железное Знамя. А лорд Саладин привезет новый квест. Какой? Пока неизвестно. Но вот что меня смутило, так это сеты брони на изображении. Они старые. Тупо из первого года Дестани 2. Ладно, Банжи. Мы так и поняли, что вам не догарнило. Главное, спасибо за годные ПВЕ-плюхи. Спустя месяц, 2 июля, в игре появится еще один экзот-квест. И да, на этот раз на револьвер. Он принадлежал Резил Азиру до того, как тот стал Дредженом. Что ж, я очень рад, что это не очередной возвращенный из первой части Экзот, а полностью новый. Супер, класс. Еще одна пушка, которая будет работать только на ПК. Я так как рад. 9 июля будет запущен некий Трибьют Холл, что бы это ни значило. И моменты Триумфа 2 года. Ну а 30 июля ивент Солнцестояния Героев. И если вы не знаете, что это за ивент такой, то я вам охереть как завидую. Кроме этого календаря показали те пушки, за которые мы будем бороться в Гарниле на заданиях Авангарда и в Гамбите по поручению Скитальца. Новые сезонные награды. Да. Авангард предложит в этом сезоне гранатомет Виндиго GL3. Его особенный перк работает так. Подобранные сферы света увеличивают радиус взрыва и урон. Звучит, на мой взгляд, не впечатляюще. Однако, это все же гранатомет. Посмотрим, что там окажется в итоге. Недооценивать, наверное, его пока не стоит. Сезонной наградой Гамбита будет лук Хаш. Ага, приветики. Попадание в крит от бедра значительно увеличивает скорость натягивания тетивы. Вот тут я почему-то заинтригован. Луки не самый популярный тип оружия, это факт. Но, как знать, это же первый лук с эксклюзивной особенностью. Так что, может, этот и окажется ничего таким. Тем более, баф на скорость стрельбы. Ну, а гарнила... Снайперская винтовка Re-Walker. Да, многие игроки мечтали о крутой снайпе в гарнила. Я в том числе. Так что я безумно рад, что в этот раз в качестве сезонки от Шакса достается именно снайпа. Ее перк таков. Выстрелы мимо цели возвращают патрон в магазин спустя короткое время. Напоминает что-то, да. Звучит просто очень круто. Работать будет такое и в ПВП, и в ПВЕ. Гипотетически. Но главная интрига остается в том, какой прицел будет у винтовки. Какой хендлинг. Просто если она с лоу-сколпом и будет без квик-дро, то это провал как для ПВПшной винтовки. Так что держим кулачки. Кстати, среди всех наград, игроки первой части могут заметить снайперскую винтовку LDR и дробовик типа Матадор. Еще один перенос, да. Но как же мы любили эти пушки. Ну и еще кое-что про корону скорби. Рейд. Судя по этому кадру из трейлера, тут вот можно разглядеть эту проказу, слизь, хз как назвать. В общем, все же нас ждет испытание против Улья. И это просто бомба. Хоть и рейд располагается на Левиафане, ну или как минимум там начинается, но я очень соскучился по перестрелкам с этими тараканами. Как-никак с самого Кингс Фолл не виделись. Пока что на этом вся инфа. Но уже 30 июня выйдет очередной выпуск статьи на этой неделе в Банджи, где мы ждем еще больше интересной инфы. Ждем новостей по нерфам и бафам сапклассов. Чтобы не пропустить эти новости и грядущий большой ролик о лоре Императора Калуса, подпишись на канал, прожми колокольчик и поставь лайк. Услышимся в следующем видео. Счастливо! Что ты знаешь об Империи?